Всем привет, с вами Артем и в этом видео я покажу, как без особых усилий своими руками построить быстровозводимую и теплую баню. Это моя баня, которую я построил за 15 рабочих дней. У меня уже был фундамент, поэтому первым этапом я начал делать каркас из доски 50 на 100 миллиметров. Основной инструмент для постройки такого каркаса это пила, молоток и рулетка. Каркас делается очень просто и в ролике я подробно рассказал, как это сделать. Расстояние между стойками я делал 54,5 сантиметра для удобного крепления будущего утеплителя. За первый день удалось сделать каркас всех стен. На следующий день параллельно всем стойкам закрепил потолочные балки. К этому времени приехали листы ОСБ, мы закинули их наверх и собрали стропильную систему. На третий день прибил обрешетку и приступил к зашивке каркаса. ОСБ я использовал толщиной 9 миллиметров. На эту работу ушло всего три с половиной дня. Пока ехал уже заказанный материал для отделки фасада и кровли, я приступил к утеплению. И вот, мой каркас был сделан конкретно для того, чтобы попробовать применить инновационную теплоизоляцию для бани саун, которая называется пир плита. Я увидел, что этой термоплитой утепляют бани из блоков, дерева. У Logic Peer крайне низкий коэффициент теплопроводности и эту термоплиту толщиной 5 сантиметров можно сравнить с деревом толщиной в 60 сантиметров. Поэтому я решил построить баню просто из этого теплоизоляционного материала. Посчитал, что каркас с крышей обшитой пир плитой обойдется дешевле коробки из бревен или блока. Фактически пир это сэндвич, выполняющий сразу две функции. Отражательная и теплопроводная термоизоляция, а также надежная пароизоляция. У меня будет длительный эффект термоса. Парная будет быстро нагреваться за счет отражения тепла и долго остывать, а это реально сэкономит энергоресурсы. И главное, термоплита не выделяет вредных веществ и не поддерживает горение. Я это показывал в ролике про утепление. Работать с ней очень легко и всю работу я выполнил за один день. Следующим этапом я обшил фасад гибкой фасадной плиткой Хауберг. Материал недорогой, с ним очень просто работать, особенно когда его прибиваешь гвоздями. А чтобы работа шла в 10 раз быстрее, я купил себе кровельный барабанный нейлер. На отделку всего фасада в общей сложности потратил не больше 20 часов, но они растянулись на 5 дней, потому что работал примерно 3-4 часа в день. С крышей было еще проще. Для кровли я использовал гибкую черепицу шинглос. Площадь небольшая, монтаж еще проще фасадной плитки, поэтому накрыть ее получилось за один день. Потом нашел еще пару дней, сделал подиум для печи и возвел перегородку. Последнее, что успел сделать до наступления зимы, это провести в баню воду и электричество. Здесь я не напрягался, вызвал мини-экскаватор, который за 3 часа прокопал траншею от мастерской до бани. Я закинул туда трубу под воду и трубу с кабелем. Потом экскаватор все это закопал. Услуга, кстати, стоила недорого. Я бы вручную, наверное, неделю копал бы это. Вот такой у меня маленький коротыш остался, почти под самый фундамент. Ну, здесь уже не страшно, здесь я муфту поставлю и все это соединю. Ну, честно говоря, даже не ожидал, что будет такой маленький кусочек, хотя с запасом делал. А так бы еще чуть-чуть и вообще не хватило. После траншеи стройку я заморозил на зимний период. И кто-то писал то, что ее сдует мою баню ветром. Кто-то писал о том, что крыша не выдержит снеговой нагрузки. Но это были диванные эксперты, которые не понимают вообще ничего в стройке и никогда с ней не сталкивались. Здесь довольно серьезный каркас, с ним ничего не произошло. Вся пир плита на месте, нигде никаких зазоров не появилось. Самый популярный комментарий, который мне пишут по сей день, это то, что я построил какую-то газовую камеру для пыток своего организма. Друзья, дело в том, что вот эта ОСБ плита, которая прибита к каркасу и к этой же плите прибита фасадная плитка, она никакого отношения не имеет к моей парилке и вообще вот помещению внутри. Потому что пир утеплитель, он прибит к деревянному каркасу и он разделяет вообще каркас от парной и предбанника и душевой. Дело в том, что пир утеплитель не пропускает пар и не впитывает влагу. То есть он полностью меня ограждает от улицы, от каркаса, от ОСБ. То есть там у меня внутри все экологически чисто и безопасно. До сих пор те же эксперты пишут, что у меня здесь все пожароопасно. Но я думаю, что ваша деревянная баня сгорит гораздо быстрее, потому что я уверен, что у вас все внутри тоже сделано из вагонки, как и у меня. Но пир плита, она не поддерживает горение, в отличие от того же дерева. Да и кстати, вот эта фасадная плитка, которую многие считают пожароопасной, я показывал в одном из видео, как такой материал поджигал горелкой и он также не распространяет пламя. То есть когда есть огонь, она конечно будет пытаться гореть, но без огня, хорошего огня, этот фасад он не горит. Как только потеплело, я приступил к внутренней отделке. Сделал хорошую гидроизоляцию всех примыканий по периметру пола. Положил на пол недорогую плитку с рисунком под мозаику. На это у меня ушло два дня. После того, как плитка высохла, зашил всю парную вагонкой из ольхи. Тут мне конечно очень помог сэкономить время пневмоинструмент. Установил бак для воды, вывел дымоход на улицу и установил дверь. В итоге за два дня моя парная была практически готова. Остается сделать полки и можно париться, а при большом желании можно уже. Затем выделил пару дней на предбанник, в котором будет раздевалка и душевая. Сделал разводку труб под горячую холодную воду и зашил стены гипсокартоном. Это покажу в следующих видео про баню. Ну что, парилка у меня полностью готова. Можно ставить табуретки и париться в ней, потому что полков пока еще нету. Но их сделать, я думаю, что день работы. На это все у меня на весь этот проект ушло 15 рабочих дней. Да, я конечно немного не вложился в свои сроки и делал я это в течение года. Делал по настроению. У меня остался только предбанник, но о предбаннике я ничего не говорил. Ну а если серьезно, здесь незаконченная душевая. На нее мне нужно еще дня два-три по работе и зашить сам предбанник, я думаю, что еще день-два. И останется только сделать мебель. То есть это здесь какие-то полочки, вешалочки, ну и опять же полки. Ну вот такой вот получился у меня интересный проект. Мне на самом деле все очень нравится. Естественно, в ближайшее время будет продолжение, потому что я все-таки не хочу еще на год это все растягивать. Думаю, что в течение там буквально какого-то короткого времени я уже начну здесь все это доделывать. Ну пока вот это вот как есть стоит уже несколько недель. Уверен, что сегодня после этого видео мне напишут, что у меня нет в бане вентиляции, потому что уже писали, ребята, вентиляция обязательно будет. И еще, чтобы дерево мое хорошо дышало и хорошо себя чувствовало и не гнило, то есть сам весь вот этот вот каркас, а там внутри между фасадом и утеплителем пустота, как я говорил в прошлых роликах, я сделаю на фасаде отверстия вверху и внизу, через которые все это дерево будет продуваться и не будет ни гнить, ни плесневеть, ничего с ним никогда не произойдет, а мыши туда не залезут, потому что, конечно же, в этих отверстиях будут решетки. Если честно, работы по этому проекту мне еще хватит. Нужно софиты сделать, нужно отмостку сделать и зону отдыха, потому что это просто баня, а рядом с ней будет пристроена стеклянная беседка, скорее всего, многоугольная, и там еще будет вопрос, как вообще состыковать крышу беседки с баней, но это будет позже. Еще хочу добавить, я уверен, что эта баня будет очень теплая, она будет быстро нагреваться, долго остывать. Здесь еще установлена у меня пластиковая дверь с сэндвич-панелью в 30 миллиметров, то есть она очень теплая, и я надеюсь на то, что если я буду эксплуатировать ее хотя бы один раз в неделю, при нашем климате и морозах зимой, я думаю, что в ней никогда не будет минусовой температуры, и мне даже не придется сливать воду с системы. Все этапы строительства этой бани есть на моем канале и в отдельном плейлисте. Для тех, кто не видел, плейлист закреплю в описании под видео. Следующее, что я планирую сделать, это отделку душевой. А тот, кто первый в комментариях напишет, какую отделку я придумал или напишет самый близкий вариант и угадает, тому я отправлю 1000 рублей. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр, всем пока!